Оппозиция в России это явление абсолютно ручное и управляемое, дирижируемое, безусловно, в первую очередь, конечно, определенными силами вне России. И все попытки доказывать абсолютную независимость нашей оппозиции, ее природные российские корни, это потешная ситуация, которая рассыпается при ближайшем рассмотрении в прах сразу. Оппозиции как таковой, реальной политической оппозиции в России не существует. Есть некоторое количество лиц, которые занимаются самопиаром на этом фоне, но есть реальная объективная реальность, которая называется недовольство населения некоторыми аспектами социально-политической ситуации в стране. В первую очередь, вопросами социального неравенства, нестабильность общеэкономической ситуации, в первую очередь, в отношении не самых обеспеченных слоев населения. Вопросами, которые касаются, безусловно, коррупции и криминальных проявлений, но известными напряжениями в сфере межэтническими. Вот все это вместе взятое является источником неких протестных настроений. Но протестные настроения и оппозиционность — это разные вещи. Поэтому я думаю, что постепенно в стране будет нарастать движение оппонирования власти, которое предполагает диалог с властью, необходимость договариваться с властью. А оппозиционность — это действие противопоставления власти, действие, направленное на расшатывание или ликвидацию существующей власти. В нынешней оппозиции для этого нет ни ресурсов, ни ярких лидеров. Потому что люди, которые сейчас выступают в качестве лидеров оппозиции, по сути, это персоны сдувшиеся. Поэтому рассчитывать над какую-то мощную, яркую политическую биографию этих людей, на самом деле, я бы лично не стал. Мое мнение такое, что это люди, которые свою роль уже продемонстрировали, а перспектив серьезных не имеют. За ними нет смыслов. А когда за лидером нет смысла, рано или поздно он остается без последователей. Поэтому протестные настроения в стране существуют, но они базируются, в первую очередь, в области социально-экономической. Если власть на сегодняшний день настроит грамотный диалог с гражданским обществом, открытый прямой диалог, а власть демонстрирует такие намерения, по крайней мере, то существует вероятность того, что у политической оппозиции перспектив не будет. Это мнение мое по этому поводу. Я считаю, что надо выходить в плоскость оппонирования власти, то есть аргументированного предложения иных версий и вариантов, а не расшатывания политической конструкции в целом. Потому что она погребет под собой всех, и опыт столетний, российский, показывает, что игры с раскачиванием лодки — это перспектива оказаться всем за бортом, всем вместе.